Здравствуйте! На Охтубинском канале «Время новостей» вы смотрите информационную программу «Ныне». Вот некоторые темы этого выпуска. По итогам проведения избирательных кампаний, свои награды из друг главы района получили председатели и секретари местных избиркомов. За грамотное и корректное проведение выборов региональная избирательная комиссия отметила своих подопечных грамотными и благодарственными письмами. Средства, собранные в рамках акции «Чужих детей не бывает», пойдут на нужды детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. В комплексном центре социального обслуживания населения подвели итоги благотворительного мероприятия. Одни для детей благоустраивают места отдыха, другие вместо детей на них активно отдыхают, особенно по вечерам в компании с алкогольными напитками. Новые технологии позволили компании «Элкостройкомплект» ввести в строй жилье в максимально короткие строки. Уже в июле новоселы смогут въехать в свои квартиры. Начнем пятничный выпуск по обыкновению с повтора некоторых сюжетов, вышедших в эфир на неделе. 23 июня ахтубинцы вспоминали о трагедии, случившейся ровно год назад, когда военно-воздушные силы страны потеряли двух высококлассных летчиков-испытателей – Александра Кружалина и Олега Спичко. Время неумолимо. Год прошел, как один день. Мы сегодня отмечаем годовщину ухода от нас наших боевых товарищей, которые были лучшими везде и в жизни, и в работе. Говорят, что время и память могут осушить чашу страданий, придавая силы жить дальше без дорогих твоему сердцу людей. А их знал весь Ахтубинск, ведь они были теми, кем гордятся, кого ставят в пример. Пилоты Александр Павлович Кружалин и Олег Леонидович Спичко погибли 23 июня 2011 года при выполнении испытательного полета на истребителе МиГ-29 КУБ. Катастрофа произошла в 43 километрах от Ахтубинска, в районе между горой Багду и селом Болхуны. Почтить память летчиков-испытателей, ровно год назад, не вернувшихся из полета, на городское кладбище пришли все, кто близко знал и работал с Александром и Олегом. Вдовы, дети, родители, командование Глиц, руководство района и города, летчики-сослуживцы, представители авиационной промышленности. Настоятель Михаила Архангельской церкви Архимандрит Андрей у траурного гранитного постамента с двумя черными обелисками в соответствии с поминальными канонами православия отслужил памятную панихиду. Продолжим вас, усопшим воинам Олегу Александру и сотворим вечную память. Указом президента Российской Федерации от 30 марта 2012 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, летчикам-испытателям, полковнику Александру Кружалину и полковнику Олегу Спичке присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Их имена увековечены на священном для всех авиаторов и жителей города мемориале Крыло Икара. А здесь, на кладбище, память о героях застынет в черном граните плит. Полностью работы по установке памятника будут завершены к 10 июля. В центре композиции установят стеллу с изображением Солнца и двумя фигурами уходящих людей. А к стелле протянется стилизованная взлетная полоса, как символ неоконченного полета и бесконечного стремления в небо. Статистика дорожно-транспортных происшествий в нашем районе за пять месяцев этого года неутешительна. Семь человек погибло, 22 получили травмы. Увеличение числа аварий с участием водителей скутеров, мопедов, мотоциклов растет с каждым днем. Бороться с этой бедой сотрудники ГАИ решили консолидированно. Для проведения совместного рейда в Ахтубинск прибыли сотрудники ГАИ из соседних районов. Если театр начинается с вешалки, то рейс инструктажа. На территории Ахтубинского района будет проводиться совместное с районным отделением ГИБДД профилактическое мероприятие, направленное на стабилизацию состояния аварийности на территории района, а также на предупреждение нарушений правил дорожного движения, сопутствующих дорожно-транспортным происшествиям. Командир отдельной роты ДПС, специально прибывший из Красноярского района в Ахтубинск для проведения рейда, хорошими новостями инспекторов ГАИ не обрадовал. Число ДТП в последнее время увеличилось. Особенно отличились водители двухколесных транспортных средств. Александр Маслов, начальник ГАИ в Ахтубинске, сообщил, накануне рейда на шоссе авиаторов произошло крупное ДТП. Скутерист выехал на встречную полосу движения, по которой ехал грузовой автомобиль. В результате столкновения водитель двухколесного транспортного средства погиб. В проведении рейда были задействованы экипажи ДПС из Ахтубинского, Харабалинского, Красноярского районов. Они патрулировали как городские дороги, так и трассу. Несмотря на то, что общая цель мероприятия – предупреждение нарушений правил дорожного движения всеми транспортными средствами, особое внимание инспекторы уделяли мопедам и мотоциклам. И это неудивительно. За получасовую съемку у ВАИ около пяти нарушений ДТП. Одно из самых частых – езда без шлема. На вопрос, почему без головного убора, заготовлен шаблонный ответ – не хватило денег. По итогам 15-часового рейда по Ахтубинскому району было выявлено 18 нарушений, как со стороны водителей двухколесных транспортных средств, так и со стороны автомобилистов. Проведение рейдов – это мера, чтобы хоть как-то заставить водителей соблюдать правила поведения на дороге ради безопасности собственной жизни. Тем более, если это касается такого опасного, как показывает опыт транспортного средства, как мотоцикл или мопед. Вот один из примеров. Водитель скутера слишком близко подъезжает к рехковушке. Столкновение чудом удалось избежать. Водитель «Волги», неожиданно увидевший справа мопед, был ошарашен и еще несколько минут приходил в себя. На съемке можно разглядеть, что юноша за рулем скутера еще школьник, а следовательно, за его действия отвечают родители. Согласно правилам дорожного движения, управлять велосипедом на автодороге можно с 14 лет, мопедом с 16 лет. И соблюдение правил дорожного движения, обучение детей, также является обязанностью родителей. Оставлять в покое скутеристов инспекторы ГАИ не собираются. В Ахтубинском районе это острая проблема, а значит, снова и снова сотрудники ГИБДД будут выходить в рейд, чтобы хоть как-то повлиять на неутешительные цифры статистики ДТП с их участием. Прошедшие недели запомнится сотням ахтубинских выпускников прощанием с родными школьными пенатами. Наши переспонденты побывали на выпускных вечерах двух школ города и кадетской школы-интерната имени Сухова. «Здрасте, товарищи ученики! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с окончанием Ахтубинской кадетской школы! Ура! Ура! Ура!» С сентября 2011 года Ахтубинская школа-интернат изменила свой статус и стала кадетской, но ее по-прежнему называют ледкой, чем воспитанники не сказано горды. У школы есть свои традиции, и быть кадетом, да еще и из ледки, безусловно, почетно. За два года ребята многому научились, но главной заслугой они считают то, что сумели ощутить себя частью большого дружного коллектива. Воспитание в коллективе – это очень долгое, поможет жизни, потому что от коллектива не уйдешь. Это и работа, это и дом, и военная служба. Поэтому самое главное – это воспитание в коллективе, адаптация именно в коллективе и дисциплина, конечно же. Вручение аттестатов на мемориальном комплексе «Крыло и кара» – это одна из первых традиций, сложившихся в коллективе. В этом году документ об окончании школы здесь получили 105 выпускников. Если учесть, что два года назад в ледку пришли 172 человека, то надо думать, что все не так просто. И за время обучения бывало всякое. Кого-то отчислили за неуспеваемость, другие не вписались в дисциплинарные рамки. Директор Петр Крапивин не скрывает, что с каждым годом подготовка ребят, поступающих в школу, все слабее, и работы у педагогов все больше и больше. Может быть, поэтому эти 105 кадетов, с которыми связаны годы упорной работы и в которых вложено столько сил, стали почти родными. Во всяком случае, отпуская оперившихся птенцов на волю, коллектив испытывает особые чувства. Они сегодня получили аттестаты и уходят в возрослую жизнь. А взрослая жизнь, я сегодня еще скажу и говорил, это как бушующий океан. И человечек маленький-маленький, выброшенная щепка с корабля. И главное, чтобы ребята наши не потеряли ориентир в этой жизни. Вы знаете, конечно, за два года мы с ними свыклись. Мы стали как родными. Мне, честное слово, со слезами на глазах я провожаю. Для меня это 16 выпуск. И каждый запомнился из них. Вы знаете, я очень благодарен своим учителям, воспитателям, но особенно еще раз учителям, что пусть, конечно, мы не самых лучших принимаем детей, но из этих детей делают настоящих мужчин. В адрес выпускников звучали напутственные речи и самые теплые пожелания. Лучшие из ребят получили почетные грамоты и направления в высшие военные учебные заведения. Для кого-то из них детская мечта станет явью. И тут главное не забыть, благодаря кому удалось приблизиться к достижению цели. До того, как еще поступить в школу, я хотел стать военным. И до сих пор это желание у меня не пропало. Военным я захотел стать потому, что у меня много родственников, которые связаны с военным делом. И один родственник, дядя Коля, он очень близок ко мне. И, наверное, благодаря ему я все-таки решил связать свою жизнь с услужением Родины. Хочу сказать большое спасибо, конечно, нашим учителям, педагогам, которые вытянули нас, которые помогли сдать нам экзамены. Благодаря им мы все на хорошие баллы сдали ЕГЭ. Также хочу сказать отдельное спасибо командирам, которые воспитали нас, дали армейскую закалку, без которой в жизни сейчас не обойтись. Возложение цветов к мемориалу добавляет событию особой торжественности. В эти минуты сердца мальчишек наполняются гордостью и за родную ледку, и за город, в котором учились. Но, пожалуй, более всех счастливыми себя чувствуют родители выпускников. Глядя, как маршируют кадеты, не грех сказать, каких орлов воспитали. 2012 год, 25 июня. Эту дату на всю жизнь запомнят 60 учеников школы номер 4, теперь уже бывших, уже выпускников, двух одиннадцатых классов А и Б. Зал районного дома культуры полон. Сюда пришли не только виновники торжества, но и их родители, бабушки, дедушки, целыми семьями. События ведь очень значимые. Одиннадцать лет шли к нему. Проводится на государственном уровне, потому и началось с гимна России. Наталья Рыбалко, ведущая, пригласила в президиум преподавателей, которые все эти одиннадцать лет учили выпускников. Классных руководителей Людмилу Бойко и Светлану Невочикову. Выпускники приветствовали их стоя. Конечно, и Людмилу Моисеенко, недавно ушедшую на заслуженные отдых, не забыли пригласить. Наши мальчики и девочки. Наши юноши и девушки. А сегодня, глядя на вас, хочется сказать наши милые судари и сударыни. А по-английски это звучало тоже очень мило. Нынешний директор много хороших напутственных слов сказала. А затем приступила к главной теме праздника – вручению аттестатов о полном общем образовании. Первой на сцену пригласили Анелю Аллагузову вместе с родителями. Заслужили. Директор поблагодарил их за отличное воспитание дочери. А ей вручила золотую медаль – награду за упорный труд на протяжении 11 лет. Этой же чести была удостоена и Ксения Запорожка. Из 11-го Б она стояла рядом с мамой, которая почему-то крепко держала дочь за руку. А у Ксюши слезы катились из глаз. Что говорила директор, девушка плохо помнит. Такое бывает от счастья. Впрочем, плакали не только выпускники. Кто с ними эти 11 лет рядом были, тоже уронили не одну снизу. И родители Димы Школьных испытали триумф за настоящую, первую в жизни высокую награду сына – золотую медаль. Марине Кулаковой вручили серебряную медаль. Екатерине Толстовой – тоже. Эти пять выпускников – не только гордость школы номер 4. Они теперь настоящий золотой фонд Тахтубинского района. К сожалению, другим выпускникам немного не повезло. У Альбины Миронычевой в аттестате всего одна четверка. И непременно были бы медалистами Алена Привалова, Наташа Шевченко, Ильшат Сулейманов, Илья Васин, Эльмира Шамилова, Александр Стадник, Рашид Ягубов, Алексей Беспека и много других выпускников, если бы с полной отдачей не занимались общественной работой, спортом, не участвовали бы в различных культурно-массовых мероприятиях районного, областного значения, а иначе не называли бы четвертую школу на региональном уровне одной из самых спортивных. И в то же время среди выпускников очень много победителей различных олимпиад, конкурсов. Классные руководители с гордостью говорили о своих детях. Вам, родные, любимые дети, удачи, успехов, огромной любви. Совершайте ошибки, исправляйте их, стройте планы, пишите свою собственную, неповторимую историю своей жизни. Поздравила ребят с окончанием школы Людмила Моисеенко. Я желаю вам добра и света. Я желаю вам чемпот всего того, что может пожелать человек при этом вас любить. И еще я хочу сказать, пусть не стоит у нас Божьей благодатью, и пусть хранит вас Господь. Удачи вам. Без прощального школьного бала мероприятие не обошлось. Жаль только, все 60 выпускников на сцене районного дома культуры не поместились. После школьного вальца выпускников поздравили их любимые учителя. Ученики тоже в долгу не остались и подарили цветы своим преподавателям. А завершили программу выпускного вечера самые счастливые люди, присутствовавшие на этом событии, родители выпускников. У вас застовый день и грусть у каждого сердца. Сегодня выпускной, блестят слезинки на глазах. Желаем счастья вам, достойны вы любых красот. Кто любит нас сейчас, пойдем. Четвертая школа. Супер! Мои лучшие! По результатам 2011 года школа номер 6 внесена в национальный реестр лучших образовательных учреждений России. Ее выпускники учатся в самых престижных вузах страны и работают в различных отраслях народного хозяйства. В этом году ряды выпускников этого учебного заведения пополнили еще 95 ребят. В день выпускного бала им адресуют самые добрые пожелания. Дорогие выпускники, я поздравляю вас с самым знаменательным днем вашей жизни вручения аттестатов зрелости. Пусть взрослая жизнь будет вам, как цветущий сад. Пусть карета, в которой вы будете двигаться по самостоятельной жизни, будет вести вас только в страну сбывшихся желаний и объезжать самые темные места. И помните, дорогие мои, что каждый из вас творит свои собственные судьбы и своего собственного счастья. Поэтому будьте мудрыми волшебниками и творите только добрые дела. И помните о том, что никогда не может быть счастлив недобрый человек. Поэтому вам, дорогие мои дети, я желаю вам в добрый путь. В школе есть свои добрые традиции. Одна из них – символическое дерево, которое пополняется еще одной веткой, когда школа делает очередной выпуск. Ну а вручение свидетельств об окончании школы – особенно торжественный момент. Трое выпускников удостоены золотых наград и семь получили серебряные медали. Виновников торжества поздравляют педагоги, родители. Но, наверное, самые трогательные слова звучат от поколения бабушек и дедушек-выпускников. Александру Занину зал аплодировал за искренность и дельные советы в адрес внуков. Своё шутливое и в то же время серьезное выступление он завершил словами Владимира Высоцкого. Мой финиш – горизонт, а лента – край земли. Я должен первым быть на горизонте. Желаю вам удачи. Что же касается выпускников, то они испытывают смешанные чувства. С одной стороны, радостно, что с аттестатом зрелости связаны новые перспективы. А с другой – жаль расставаться с одноклассниками и друзьями. Так что праздник получается с оттенком легкой грусти. Но все же тонкого лиризма в нем гораздо больше. Выразить это словами непросто. Да и зачем, когда есть музыка, под которую можно закружить в ритме вальса. Сезон производства овощебыхчевой продукции в самом разгаре. Эту отрасль сельского хозяйства можно назвать гордостью Ахтубинского района. Ведь по прошлогодним областным показателям в плане растения и водства наш район стоит в первой строчке по объемам выращенной продукции. Успех зависит не только от желания получить достойный урожай, но подчас и от смелости и упорства сельхозпроизводителей, число которых растет. В частности, попробовать свои силы на Ахтубинской земле сюда приезжают фермеры из других регионов страны. В четверг – выездной день главы администрации района. Виктор Ведичев старается в этот день побывать на полях сельхозпредприятий, встретиться с руководителями, фермерами, тружениками сел. Своими глазами, что называется, увидеть, как идет процесс высадки, выращивания, уборки продукции. 28 июня, к примеру, глава района побывал на полях новониколаевского фермера Александра Цепко. Увидел, узнал, много чего интересного. Но сначала заехал к арендатору Ларисе Норусунбаевой. Эту фамилию Ахтубинцы слышат впервые. Заместитель начальника сельхозуправления Борис Лавренцов познакомил главу района с молодой активной предпринимательницей. Нориса Георгиевна этой весной с несколькими работниками приехала из Хакасии, из Красноярского края, где родилась, выросла. После школы 6 лет занимается ващеводством. В теплицах выращивала помидоры, огурцы. Захотела сибиряське заняться этой работой там, где знала, овощи получаются самые вкусные. Набрала бригаду, приехала в Астраханскую область, Ахтубинский район, в село Батаевка. Взяла в аренду кусочек земли. Воды не было. Нашла специалистов. Пробили скважину, поставили теплицы. И вот уже две недели на рынках Ахтубинска реализуются помидоры и огурцы, выращенные под руководством Ларисы. С Минусинской яблочный сорт у нас, сладкие. Это из Хакасии, да? Из Хакасии. Огурцы Маша у нас, как домашний сорт идет. Сколько ребят у вас? Работает? Да. Трое уехали, 11 человек у меня. Борис Лавренцов считает, что молодая женщина обладает хорошими знаниями, как специалист, овощевод, но больше проявила себя, как смелый, грамотный организатор. Надеется, что в следующем сезоне результаты работы в ее бригаде будут намного выше. Люди, которые умеют работать и хотят работать, приезжают к нам, находят эти возможности. Я должен констатировать, к сожалению, что многие из наших безработных, которые получают пособие, говорят, что у нас нельзя найти работу. Работу можно найти при любом желании. И пример этому, вот конкретно люди, которые здесь работают на нашей земле, при наших условиях, выращивают прекрасную продукцию, обеспечивают Ахтубинсов и зарабатывают себе деньги. Первый дом в будущем молодежном поселке вырос практически за 4 месяца. По словам директора компании-застройщика, такие темпы обеспечиваются применением новых технологий. Но конструкции «Готовый дом» производства предприятия «Тамак» дают бонусы не только строителям. Жильцов порадует экологичность и пожароустойчивость фирменных материалов, используемых при строительстве. Рассказывает Людмила Доминикова. В ноябре 2011-го процедура закладки символического камня «Фундамент дома» проходила с участием губернатора. Тогда директор компании «Элкостройкомплект» строил не только дом, но и планы, что дело пойдет в хорошем темпе. И не подозревал, что в график работ придется вносить коллективы из-за погоды. Если бы не снежная, зима, морозы, мы, наверное, уже давно бы этот дом издали. Говорю почему, потому что, в принципе, мы собирать начали дом с 11 апреля. И вот уже сейчас заканчивается июнь, дом практически собран, подведены на все коммуникации. Мы готовы к сдаче дома, я надеюсь, будем к концу июня, начало июля. Есть еще один фактор, повлекший внесение коллектив в график работ. Уже при строительстве выяснилось, что технология, предложенная проектом институтом, а именно строительство котельной на три дома, устарело морально. Пошли по индивидуальному пути. Проект индивидуального отопления каждой квартиры. Это будет стоять двухконтурный котел, который будет подавать тепло и горячую воду. Эффективность этого метода в том, что в дом всего входит канализация, вода и газ. При строительстве дома Элкостройкомплекта пробирует новые технологии. Для заграницы и продвинутых в строительном плане регионов, конструкции готовый дом уже не новинка. Но для нашей области это первая ласточка. Продукция компании Тамак, созданная, кстати, в 1999 году, со стопроцентным иностранным капиталом Германии и Австрии, уникальный фирменный продукт, порядка 80% которого уходит на экспорт в страны Европы. Чем берет технология? Она быстро собираемая, быстро сдаваемая. Ну вот только что я сказал, что 11 апреля мы начали, вот уже можно заходить, в принципе, делать ремонт и через какое-то время и жить. Здесь только экологичные материалы. Это ЦСП, цемент, стружка, вода. Это утеплитель, базальтовая плита. То же самое экологически чисто делается и из канны природного, натурального. Это гипсокартон, тоже экологически чистый материал. И все. В принципе, сухое производство, нет ни влаги, ни мусора. То, что влияет на качество стройки и все остальное. В доме, построенном на основе цементно-стружечной плиты, ни пыли, ни шума, ни огня, поскольку этот материал относится к пожароустойчивым из-за особенностей производства. В этом же новом симпатичном доме, отстроенном в будущем малолежном поселке, 24 квартира. 12 однокомнатных и 12 двухкомнатных. Они практически все уже выкуплены. Своих хозяев ожидают только 4 двушки. Павел Мельников для потенциальных покупателей открыл один секрет. Обладатели счастливых этих квартир, они еще станут обладателями и шикарного подвала. Потому что, как собственникам, все это отойдет в их собственность. И подвал можно использовать как для собственных нужд, для хранения, я не знаю, картошки, ну и всего остального. Так и можно решить где-то сдавать кому-то, значит, под аренду, да, в аренду и получать за это деньги, которые пошли бы на компенсацию тех же жилищных проблем и проблем этого дома и всего остального. Да, и еще добавить хотел. Если мы будем строить еще дома, то такого подвала уже не будет. И еще один аргумент в пользу того, чтобы не дожидаться сдачи дома, а купить жилье на этапе его строительства. В начале июля повышается цена за бюджетный метр. Она будет уже не 24 700, а 26 200. Поэтому, сдав дом, компания-застройщик также будет вынуждена пересмотреть цены. Оказать помощь детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Такую цель ставили организаторы акции «Чужих детей не бывает», проходившие по инициативе комплексного центра социального обслуживания граждан. Участие в данном мероприятии приняли неравнодушные жители города и района. Люди приобретали билеты с логотипом акции, вносили пожертвования в специальные урны, установленные в сети магазинов города, и приносили одежду, а также товары для детей и подростков в Центр социального обслуживания населения. Подробнее об этом расскажет Елена Печенко. Акция «Чужих детей не бывает» в Ахтубинском районе проводится второй год подряд. В этот раз она стартовала 15 мая и завершилась 1 июня в День защиты детей. Попечительский совет, действующий при комплексном центре социального обслуживания населения, принял в ней самое активное участие. Итогами акции ее организаторы в целом довольны. Председатель попечительского совета Любовь Гречко отмечает, что люди у нас очень отзывчивые, просто с ними надо работать, и тогда успех обеспечен. В этом году мы распространяли благотворительные билеты по цене 30 рублей за билет. И эта форма оправдала себя. Мы собрали хорошую сумму, которая пошла на приобретение и техники для музыкального зала, для спортивного оборудования, ну и для других нужд. Так что, наверное, нужно продолжать использовать вот эту форму распространения билетов благотворительных и расстановку урн в общественных местах. В акции «Активное участие» приняли отдельные предприниматели и целые организации. Люди покупали благотворительные билеты, а также приобретали вещи и необходимое для приюта оборудование. В акции приняли активное участие ряд предпринимателей, учреждений. Особо хочется отметить активное участие войсковой части. И замечательный большой подарок нам подарили от предприятия «Нарусбаев-А». Хочется выразить слова благодарности от всего коллектива, от всего Попчильского совета и, конечно же, от наших детей за доброту, отзывчивость, милосердие, за то, что откликаются на наш призыв, помогают нам в улучшении нашей материально-технической базы, продолжают вносить свой вклад в улучшение жизни детей. Большую помощь в проведении акции Комплексному центру социального обслуживания населения оказали и студенты филиала «Взлет Московского авиационного института». По словам директора Лариса Червоненко, волонтеры всегда готовы поддержать любую инициативу. Их помощь, а также поддержка ахтубинцев понадобится и в проведении следующей акции. В августе нужно будет собирать детей в школу. Последние более чем полгода с чередой предвыборных кампаний стали напряженным временем для избирательных комитетов. Для подготовки и проведения выборов в Российский парламент, Областную думу и президента страны потребовалось немало усилий и ответственности, чтобы соблюсти все требования закона и обеспечить корректное проведение столь масштабных мероприятий. За хорошо выполненную работу председателей и секретарей избирательных комитетов, обеспечивших слаженное проведение выборов на территории района, на торжественном собрании благодарил глава района. Мероприятие по поводу проходило в кабинете главы района. Виновниками торжества стали 19 представителей общественности, отвечающих за соблюдение законности при проведении выборов разного уровня на территории муниципального образования Ахтубинский район. Виктор Ведичев поблагодарил руководителей избирательных комиссий за добросовестное отношение и компетентность в столь важном деле, коим является подготовка и проведение любой выборной кампании. Тем более, что люди, участвующие в столь ответственных мероприятиях государственной важности, делают это, как говорится, без отрыва от производства, то есть в свободное от основной работы время. Я вас благодарю от имени администрации муниципального образования Ахтубинский район за работу. И хочу сказать, что таких же благодарностей я буду вручать сегодня от имени областной избирательной комиссии, потому что действительно вы этого заслужили. Заслужили своим трудом, потому что труд не такой уж оплачиваемый, ваша должность не такая уж особенно престижная, потому что всякое можно услышать было и от избирателей, и претензий, и все остальное. Только если я очень ответственный, потому что, скажем, году меры ответственности за нарушение законодательства именно избирательной системы увеличивают, 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 но в этом не побоялись, и свою работу выполнили с честью и достоинством. Председателем территориальной избирательной комиссии Ахтубинского района многие годы является Мария Бережко. Говорит, что решать поставленные задачи всегда помогала ответственность перед законом, добросовестность и честность коллег, их готовность справляться с любыми сложностями. До недавнего времени подотчетной структурой возглавляемого Марии Бережко избиркома являлась и муниципальная избирательная комиссия Ахтубинского района. Совсем недавно полномочия последней были переданы в территориальный орган. Закончился срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования Ахтубинский район, и по закону можно или формировать комиссию, или возложить полномочия на территориальную избирательную комиссию Ахтубинского района. Депутатами было принято решение обратиться в избирательную комиссию о возложении полномочий на территориальную избирательную комиссию Ахтубинского района, поскольку там люди более профессионально подготовлены, давно работают. Избирательная комиссия приняла постановление о возложении полномочий. Теперь полномочия избирательной комиссии муниципального образования возложены на территориальную избирательную комиссию. Теплые слова и награды не могли не порадовать участников мероприятия. Настроение царило благостное. О трудностях и проблемах, по словам уже бывшего председателя муниципальной избирательной комиссии, если и стоило говорить, то только лишь с точки зрения нехватки времени. Проблемы были только в одном – нехватка времени, потому что нужно было знать закон. Если ты знаешь закон, если ты изучаешь его, ты знаешь, как тебе действуют, потому что практически в документах расписаны все действия члена избирательной комиссии, председателя, заместителя и всех других органов, которые могут быть, которые завязаны на выборы местного состава. Поэтому нужно было изучать, смотреть, подчеркивать, запоминать. Работа председателя муниципального избиркома была отмечена благодарственным письмом от главы района. Коллегам Сергея Луцева за успешную работу и проведение избирательных кампаний на территории Астраханской области были вручены благодарности от председателя избирательной комиссии Астраханской области, а также благодарственные письма от областного избиркома и почетные грамоты за большой вклад в развитие избирательной системы. Детские площадки в Ахтубинске пользуются большой популярностью. Оказывается, не только у малышей, но и у более старшего поколения. Все чаще места, отведенные для развлечения детворы, в вечернее время суток используются взрослыми, как место распития алкогольных напитков. Мало того, что мусор после таких посиделок они за собой не убирают, так еще и жителям прилегающих территорий мешают. Регина Мусина посетила несколько таких мест отдыха в сопровождении сотрудников полиции. В этой обстановке воспитываются трое несовершеннолетних детей. Родители их пьют. Вот и в момент проверки возникает подозрение, что они не трезвы. Поэтому проявление агрессии со стороны главы семейства неудивительно. Да убери свою камеру, блядь. Я тебя сейчас разобью ее, нахуй. Но, студив пыл, хозяин приглашает в дом. Детей нет, они на речке. Родители сообщили о намерении в ближайшее время сделать ремонт. Наверное, этим объясняется нехватка мебели в доме. В целом жилье в относительно удовлетворенном состоянии. Есть еда и даже домашние животные. Неблагополучных семей, как эта, в Ахтубинском районе зарегистрировано 16. В течение шестидневного рейда сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проверили, встают ли они на путь исправления. Правда, результаты положителями назвать нельзя. С учета никто не был снят. Зато четыре новые семьи были признаны нуждающимся в контроле. В селе Успенка был выявлен факт ненадлежащего исполнения родителями своих родительских обязанностей, где в настоящий момент такая семья выявлена, проводится в проверку на решение дальнейшего вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке 156 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть жестокое обращение с детьми. Пока ребенок изъят, помещен в орган здравоохранения до решения дальнейшего вопроса о его судьбе и судьбе той семьи, из которой он изъят. Кроме этого, увеличило число подростков, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних за распитие спиртных напитков. Эта проблема до сих пор актуальна, несмотря на введение жестких санкций в отношении тех, кто продает алкоголь детям. Был выявлен и задокументирован факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему. В настоящий момент материал направлен в мировой суд для дальнейшего решения вопроса об ответственности лица, который допустил продажу алкогольной продукции, в данном случае пива, несовершеннолетнему гражданину 16-летнего возраста. Бывают ли результаты рейда положительными? Да бывают, но редко. На путь исправления приверженцы пагубных привычек становится неохотно. На сегодня это все новости. Зрителей благодарю за внимание. Желаю вам удачных выходных дней. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова